Пожароопасный сезон для Алтайского края уже традиционная история. В последние годы возгорания происходят все чаще. Особенно опасен период с мая по июнь, а также август-сентябрь. Однако в этом году первые природные пожары начались уже в апреле. С 5 числа в шести районах введен пожароопасный сезон. На заседании правительства в преддверии жаркого лета напомнили статистику 23 года. Основной причиной возникновения возгорания лесу стала грозовая активность. Она составила 49,6% или 137 лесных пожаров. Необходимо отметить, что возникновение лесных пожаров по причине грозы с каждым годом стремительно увеличивается и впервые за последние 10 лет достигло практически 50% от общего их количества. При этом в 41% случаев пожаров не удалось установить причину возгорания, поэтому и виновников установить бывает затруднительно. В этом году работа нацелена на профилактику и предотвращение инцидентов, которые могут возникнуть по худшему сценарию. В качестве принятия дополнительных профилактических мер по недопущению пожаров на территории муниципальных районов сформированы более 2000 патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп численностью более 9000 человек из числа представителей органов местного соуправления добровольных пожарных. В повестке доклада на заседании правительства звучит и тема финансирования противопожарной работы. Если федеральные средства выделяются в том же объеме, что и в прошлом году, это почти 129 миллионов рублей, то краевые деньги пересортировались. Самая крупная статья расходов – авиационный мониторинг с помощью летательных аппаратов. На выполнение противопожарных мероприятий, таких как устройство и обновление Минповоз, дорог против пожаров, назначение отжигов и прочего выделено около 20 миллионов рублей. Проведение наземного патрулирования – 14 миллионов рублей, проведение авиационного мониторинга – 62 миллиона рублей и тушение лесных пожаров – порядка 25 миллионов рублей. Наиболее опасными территориями в крае остаются участки на юго-западе и на границе с Казахстаном. Отдельно есть планы по прореживанию леса, где есть деревья, поваленные ураганом. Но это требует времени на согласование поправок в нормативных документах. В результате прошедшего урагана 19 ноября в лесу образовалась масса ветровальной древесины. Общий объем ее составляет порядка 300 тысяч кубометров, из которых порядка 50% невозможно изъять из леса по причине запрета на законодательном уровне проведения санитарно-здоровительных мероприятий при малом проценте выборки. Предлагают снизить допустимый процент погибшей древесины с 25 до 10. Тогда пожарные смогут устранить не только препятствия для передвижения своей техники, но и горючий материал, который может загореться в период засухи. Однако главной задачей традиционно остается защита населенных пунктов от огня, его обнаружение и ликвидация на начальной стадии. Дарья Ярушина, Дмитрий Денисов. День с толком.